Привет! Это я и Касти, и в этом сюжете мы поговорим о проигрывателях, о CD-проигрывателях для диджеев. Говорить мы будем, основываясь на проигрывателе Pioneer CDJ2000. Это один из лучших, если не сказать, самый лучший из проигрывателей CD для диджеев. Сначала я просто расскажу, что такое CD-проигрыватель, как на нем ставить на точку, что, как крутить, как подбирать скорость. А в следующих сериях этого же сюжета, посвященному проигрывателю CDJ2000, и вообще CD-проигрывателю, я покажу, сделаю такой технический обзор, чтобы если вдруг вам в клубе надо будет играть на этом проигрывателе, то вы не потерялись и могли очень быстренько бах-бах-бах делать то же самое, что вы делали у себя дома на MIDI-контроллере. В принципе, разницы-то большой никакой, ну, практически нет. Это MIDI-контроллер или CD-проигрыватель, это просто инструмент. А с помощью него вы делаете, подбираете скорость, запускаете в квадрат и все такое прочее. Итак, поехали! Вот, мы переместились ближе к телу, ближе к проигрывателям, и сейчас быстренько пробежимся по основным элементам, вот, и потом я расскажу, как с ним работать, основной прикол, основной принцип работы с CD-проигрывателем. Итак, кнопка Play, а нас же и пауза. Пауза здесь звучит, как будто, ну, пауза звучит, как будто заклинилась идея. Это не случайно, чуть-чуть буквально через пару минут я объясню почему. Потом вторая кнопка Q, это кнопка возврата к горячей... Кнопка возврата к точке. Вот, все как... Теперь выше перемотка, переключение треков, рычажок реверса. Вот. Теперь, вот эти три кнопки, HotQ, горячие метки, это кнопки, которые позволяют вам поставить метки на каких-то местах вам нужных, вот, и быстро к ним, буквально моментально к ним возвернуться. Ну, например... Вот, такие вот горячие метки. Теперь, тут чуть-чуть позже, уже когда будет обзор самого проигрывателя CDJ-2000, об этом чуть позже. Второй такой основной элемент, который есть во всех CD-проигрывателях, это pitch-контроль. Вот, pitch-контроль, он есть и на виниловых проигрывателях. Мастер-темпо. Это функция, которая блокирует изменение тональности трека, которое случается, когда вы сильно его замедляете или ускоряете. Вот, вы можете слышать, как вот... ну, как меняется тональность. Вот эта кнопочка... Эту проблему очень быстро решает. Вот. Вот так вот. И теперь это, как бы, ну, выброс диска, это понятно все. Эджект. Это, как бы, вот, основные элементы, которые есть во всех CD-проигрывателях, которые вы пользуетесь, допустим, даже, независимо от того, сотка это или тысячка. Вот. И такой, по центру вы могли заметить, блин, комфорка, правильно называется, джок. Вот. Он служит для чего? Для того, чтобы... Он служит для того, чтобы подталкивать или притормаживать композицию. Вот. То есть, если вы крутите по часовой стрелке, композиция подталкивается, то есть, ускоряется, если вы крутите против часовой стрелки, она притормаживается. Все, как на виниле. Помните, если против часовой мы барабанчик так притормаживаем, вот, то он прям замедляется, если подталкиваем, то ускоряется. Перестали крутить, ускорение прекратилось или замедление. Вот. Это основные элементы. Вот. Как, как работать? Все, на самом деле, очень-очень-очень-очень просто. То есть, если вы, на видео вам проигрыватели, вы первый удар выбивали, в бит-вбит и запускали. Вот так, да? То на CD проигрывателе вы его набиваете с помощью кнопки Q и Play. То есть, вы... И запускаете, запускаете в бит играющему треку. Все дальше, вы точно так же. Все точно так. Принципы работы, они очень похожи. То есть, вы точно так же берете и подталкиваете или притормаживаете, чтобы определить, опаздывает трек или спешит. Вот. И с помощью пича корректируете скорость. Все. То есть, как бы, на этом разница заканчивается. Вот. Ну, я существенной разницы больше не вижу между винилом и CD. Да, там в виниле проблема в том, что надо ставить иголку. Там может она, иголка, соскакивать. Здесь этого всего нет. Все намного удобнее. Крутить, подгонять намного удобнее. Вы можете очень сильно разгонять. На виниле, допустим, вы так, ну, равномерно не разгоните трек или не притормозите. Вот. Теперь, а то и паузе, о которой я говорил. Почему она так чудернатику звучит? Она так звучит, чтобы можно было поставить на точку. То есть, запомнить, запомнить первый, ну, то есть, первый удар, первого квадрата, с которым вы начинаете запуск. Вот. Как это делается? Вот вам, допустим, трек, который не начинается с удара. Трек начинается с какого-то интро инструментального. А вам нужен первый бит. Образно, да? Вы ждете, пока этот первый бит прозвучит. И как только он прозвучал, как только он прозвучал, вы нажимаете на паузу. Вот. Кто прозвучал первый бит, я поставил на паузу. Вы слышите, как этот первый бит повторяется. Это сделано для того, чтобы вы ушами слышали, на каком месте остановилось проигрывание. То есть, вы сейчас вот ушами можете слышать, что оно остановилось где-то на ударе. Если я теперь буду крутить джок, то вот это место, оно будет смещаться. Соответственно, если против часовой, то назад смещаться. Если по часовой, то вперед смещаться. Вот. Ваша задача поставить на самое начало первого удара. Вот он. Весь удар. Когда пропал последний щелчок от удара, это то место, где нужно ставить, где нужно нажимать точку Q. То есть, запоминать, запоминать, нажимать кнопку Q и запоминать это место. То есть, запоминать точку, ставить на точку. Вот. Вот. Как проверить, правильно ли вы поставили первую точку или нет. Очень быстро так. Просто так, по барабанке пальцами. Если каждый раз звучит удар четко-четко, не смазывается, значит, вы поставили в нужном месте. Есть разный вариант. Можно... Если вы поставите точку вот прямо вот здесь, где звучит как бы самый мясистый удар, то он будет смазан. То есть, вы как бы, если удар сравнится с таким как бы всплеском волны, вам нужна иглу, всплеском волны, вам нужна иглу, как бы, воображаемую иглу поставить перед этой волной, перед этим ударом. Вот, 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 пропал, пропал последний щелчок от удара. И теперь смотрите. Вот он плотно, хорошо звучит. Все, вы поставили на точку. Теперь, тут, как бы, многие поначалу путаются, здесь нет кнопки стоп. Тут, как бы, кнопку стоп заменяет кнопка кью. То есть, если вам надо остановить проигрывание, вы нажали кью, и оно остановилось. Вот, потом вам нужно запустить в такт играющей композиции. Вы сделали раз. Вот, так, пока это все. Сейчас, ну, вот так вот, базовые, базовые, базовые принципы. Смотрите вторую серию про CD-проигрыватели. Это был я, Рик Касти. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok